Музыка Скажите, вот если мы берем Российскую Федерацию и Белорусскую Республику, на ваш взгляд, есть разные виды сценариев, да, один из них это поглощение, вот на ваш взгляд, развитие в этом русле, а что они могут дать, по большому счету, Белоруссию в ближайшие 3-4 лет? Я всегда говорил и говорю, что Белоруссия, она субъектна в этом процессе, то есть 21 век отличается от 19 тем, что малые страны в реальности имеют достаточно большое поле для собственного маневрирования, оно сужается или расширяется в зависимости от конкретных шагов, принимаемых их режимами, но никакой детерминированности исторической здесь, безусловно, нет. И с моей точки зрения, сценарий, при котором вообще там никакой Белоруссии в реальном выражении не останется, останется только номинальное государство, на мой взгляд, нету, но и с моей точки зрения, опять-таки, немного оснований для того, чтобы говорить, что белорусская карта может сыграть в российско-западных отношениях сегодня. А на ваш взгляд, Российской Федерации выгодны вообще вот эти внутренние скандалы между Европой и Белоруссией? То Россия в тактическом смысле может и не только может воспользоваться, но и пользуется ухудшением отношений между Белоруссией и Европой. Это однозначно, и у России очень интересная позиция, она публично, конечно, пытается осуждать Европу за оказание давления на Белоруссию, но я думаю, что это понятно и всем в Минске, и всем за пределами Минска, что на самом деле она, безусловно, извлекает из этой ситуации определенные дивиденды, и это нормальная такая жесткая дипломатическая игра. Но пока, на мой взгляд, как я уже говорил неоднократно, ничего такого, чего нельзя было бы развернуть назад, не произошло. В плане отношений между Белоруссией как государством и как нацией с Западом. А вот если так предположить, для кого больше важен Путин для Лукашенко или же Лукашенко для Путина? Вот в этой конфигурации отношения России и Беларусь. Кто, в ком больше заинтересованным, так сказать? Ну, я думаю, что у Путина пространства для маневра, конечно, больше, как у главы большой страны, поэтому для него фактор Лукашенко, он не является там, на Лукашенко и на отношениях с Белоруссией свет клином не сошелся, но, безусловно, в нынешних условиях важность нормальных бесконфликтных отношений с минским режимом для Кремля очень важна, потому что Кремль, понимая, что глобальное влияние России невосстановимо, будет стараться усилить влияние на постсоветском пространстве. В этом контексте таможенный союз и любые проекты дальнейшей евразийской интеграции действительно очень важны, и, соответственно, на этом режим Минский может выиграть очень много, и, как бы, поэтому это дает ему определенный дипломатический ресурс, которого в других отношениях, в другом смысле, у него бы не было. Но, мне кажется, в общем, стоит лишний раз, как бы, процитировать высказывание господина Лукашенко в своем послании, в его недавнем послании к парламенту и народу. Он достаточно, как аналитик, он очень четко определил парадигму. Он сказал, что, а, у Путина нет ресурсов на то, чтобы подчинить Беларусь. Это правда. Он сказал, б, что еще более важно, что в России не могут не осознавать, что еще год давления на Беларусь, и борьба за симпатией Беларуси будет окончательно проиграна. И это очень четко, это абсолютно, с моей точки зрения, правильные аналитические выводы. И вот на основании вот этих двух выводов, он приходит к своему третьему выводу о том, что отношения сейчас хорошие. И это, как бы, правильно, отношения хорошие, в том числе потому, что, я думаю, что на обеих сторонах осознанно, аналитически осознанно существование вот этой парадигмы. Ресурсов для полного подавления и полного подчинения Беларуси и России нет. А раз так, то за Беларусью надо бороться, и нужно бороться за ее симпатией. А бороться за ее симпатией проще, скорее, подачками, чем кнутом. И в такой ситуации, отвечая на вопрос, кто кому больше нужен, мы приходим, в общем, возможно, к каким-то парадоксальным выводам. Игра, которая началась с Евросоюзом, вот теперь с чистого листа, да, пройден этап покушения, расстрела, там, так далее, теракта, осуждения. Двух выпустили, и есть предпосылки, что выпустят больше половины тех, кто сидит политически запрещенных. На ваш взгляд, Евросоюз какие шаги будет делать вот на встрече Лукашенко? Нам нельзя же не делать шагов. Знаете, на мой взгляд, игра не началась с чистого листа. Я думаю, что Европейский Союз сегодня, в большей степени, чем раньше, приходит к пониманию того, что санкции на самом деле работают. Что принципиальная позиция приносит плоды. Вот дискуссия о том, как бы нужны или не нужны, или насколько целесообразны санкции, она на какое-то время закончена. Потому что, если бы этих двух политзаключенных освободили до санкций, тогда можно было бы дискутировать, но их освободили после. После не всегда значит в следствии, но в данной ситуации значит. Или, по крайней мере, это так воспринимается. И грань начинается с чистого листа до тех пор, пока в заключении находятся другие политические узники режима. И что касается, как бы, мы сейчас исходим из того, что вот произошла там некая знаковая, ну вот, до освобождения двух человек знаковые шаги, и вернулись послы. Ну, в общем, я писал об этом в момент отъезда послов, что у меня не вызывало никаких сомнений, что послы вернутся. Потому что ставки на разрыв дипломатических отношений в Европейском Союзе нет. Потому что, в общем, в условиях недостаточности каналов взаимодействия с Белоруссией, ну, в общем, дипломатические каналы не стоит разрушать, их нужно в каком-то состоянии поддерживать. Но, как я уже сказал, перелом, мне кажется, в мозгах аналитического сообщества и политического сообщества он произошел. Этому режиму слишком долго давали, посылали сигналы, которые можно было разным образом интерпретировать. После 19 декабря, еще на протяжении 15 месяцев примерно, режим оставался в значительной степени рукопожатным. Открывались офисы, ездили дипломаты. Некоторые люди, которые находились даже во списке невъездных, могли де-факто въезжать в шенгенскую зону. И, в общем, выяснилось, что вот эти как бы декларативные санкции работают не очень. Я не говорю о том, что будет обязательно какое-то ужесточение чудовищное, но вот демонстрация нерукопожатности режима до момента, по крайней мере, освобождения заключенных, мне кажется, сейчас это признается правильным. Даже если это не всегда будет реализовано на практике, но это признается правильным. А год назад не признавался. На ваш взгляд, по позиции двойных стандартов реалиполитик, которая подразумевает, что бизнес-сообщество иногда допускает те вещи, которые не могут допускать политики, либо закрывают глаза на те или иные действия. На ваш взгляд, насколько долго она будет держаться, скажем так, в пределах тех стран, которые достаточно близко и территориальные, и географические, и экономические сотрудничества с Белоруссией находятся в орбите, так сказать, взаимовлияния? Ну, пока она будет держаться. Но, опять-таки, речь идет о тенденции. Вот эта тенденция идет к тому, что сначала были слова, потом появились какие-то компании. То есть, если через год список этих компаний увеличится, то в какой-то момент бизнес-сообщество, оно просто восприняет сигнал, что вкладываться, инвестировать просто неразумно, потому что это будет проходить по категории рискованные инвестиции. То есть, прагматизм возьмет свое? Да, прагматизм возьмет свое, это будут математические подсчеты. Когда вы занимаетесь рискованными инвестициями, у вас тогда норма прибыли, ожидаемо, должна быть совершенно другая. Белоруссия не может обеспечить сегодня западному бизнесу. Вот норму прибыли, которая проходила бы по стандартам рискованных инвестиций. Сегодня, в общем, это вполне работающая модель экономического взаимодействия. Но, как бы еще, как говорится, мы находимся еще в первой половине дня, условно говоря. Когда, что, где мы будем к вечеру, мы не знаем. Процессы, которые сегодня происходят в белорусском обществе перед выборами в парламент, насколько они сегодня играют, ну, достаточно серьезную политическую роль. Либо народ уже полностью отрезан от реальной политической жизни, и то, что происходит в политической сфере, все подконтрольно. И никаких вариантов, кроме одного единственного, что парламент будет карманный, что, соответственно, все останется таким, как оно и есть, благодаря тем финансовым помощи, которые выгодны в виде строительства АЭС или покупки Беларусь-Трансгаза и так далее. Все зацементировано или все-таки можно что-то ожидать от белорусского общества гражданского? Я думаю, что, к сожалению, от нынешних парламентских выборов в Беларуси каких-то сюрпризов ждать не стоит. Они, мне кажется, ну, то, что они традиционно, парламентские выборы, менее интересные и менее цепляющие людей, чем президентские выборы, в общем, это понятно, это очевидно. Мне кажется, они, как бы, по сравнению с тем, что было 4 года назад, даже все это гораздо менее интересно. Мы находимся в той фазе, в которой режим контролирует, жестко контролирует, или абсолютно в достаточной для себя степени и контролирует внутриполитическую ситуацию. Поэтому я думаю, что тут никаких сюрпризов за оставшиеся месяцы не произойдет. Другое дело, что, как бы, мы опять-таки видим, что процессы, ну, то, что мы можем считать, что мы видим, процессы внутри белорусского общества, по крайней мере, там, городского общества, они все равно идут. Они идут нелинейно, они идут волнообразно, но они идут. Как мы, не только я, многие люди многократно говорили, что трагедия оппозиции белорусской политической оказалась в том, что они, в общем, так или иначе, наверное, даже понять, а не то, что оседлать эти процессы не смогли. И поэтому сегодня политическое движение находится в той фазе, в которой оно находится. Но, опять-таки, ни в коем случае нельзя, в общем, ставить, там, не знаю, в упрек, упрекать оппозицию за все то, что произошло, потому что, находясь в условиях, живя в условиях, действия в условиях, в общем, репрессивного государства, они, возможно, действительно не очень понимают, как построить мосты между собой и обществом, как повести за собой общество. Но Белоруссия — это все равно современное государство 21 века. Мы не должны ожидать, что она вдруг станет Польшей, условной, или Словакией сегодня или завтра. Но я думаю, что шанс на то, что она и станет в исторической перспективе, он все равно существует. И последний вопрос. Можно ли проводить параллель между ситуацией в России, когда спустя многие годы политической апатии со стороны общества вдруг в конец 2011 года дал такие яркие гражданские акции, и на фоне этих акций появилось новое поколение политиков, при этом не являющихся вождями, но, с другой стороны, у людей ассоциации с ними как с людьми, которые являются авторами, ну, если не авторами, по крайней мере, акторами этой политической активности. Без вождизма, с одной стороны, с другой стороны, из народа новые какие-то лица, новые лица оппозиции, скажем так. Возможно ли? Ну, во-первых, все-таки в параллелях очень далеко заходить не надо между Россией и Белоруссией, потому что, как мне кажется, ну, тот конкретный протест городского класса, да, рассерженных горожан, с которым мы имели дело за последние полгода, это вещь достаточно специфическая, я бы даже сказал, на сегодняшний момент достаточно специфически российская, в контексте постсоветского пространства. Эту революцию неправильно называли, и оскорбительно называли революцией норковых шуб, и, как бы, на начальной стадии, я подчеркиваю, это действительно был протест сытых. Уже сегодня, между прочим, люди, которые выходят на протест, и, насколько я понимаю, как бы начинают даже доминировать протести, это люди левых взглядов уже сейчас, а не либеральных, как полгода назад. И это уже перестает быть революцией сытых. И мы, и поэтому, ну, в том числе поэтому, мы видели столкновение с полицией, чего не было ни в декабре, ни в феврале, потому что, там, движущая сила, она немножко меняется. Вот. Как бы белорусское общество, оно, наверное, все-таки пока другое. Но что, чего нельзя исключать, это то, что, да, с методологической точки зрения, с типологической точки зрения, это протест, который носит сетевой характер. Не вертикальный, там, одна партия выводит своих боевиков, и другая партия выводит своих боевиков, или они, там, договариваются о сотрудничестве, или не могут договориться. А это в значительной степени результат индивидуальных акций конкретных людей. И таким людям, многие из этих людей осознают себя в качестве индивидуалов, поэтому им не нужен вождь. Интеллектуальный лидер определенного, как бы, толка, причем признанный ими, да, он, безусловно, им нужен, они готовы вместе с этим человеком делать какие-то вещи, включая вещи протестные. Я вполне допускаю, что в Белоруссии будет идти параллельный процесс, потому что интернет, он по определению тащит за собой, приносит с собой этот эффект. Сначала люди начинают, сидя перед своим компьютером, полемизировать с другими людьми, потом они в большей степени учатся вырабатывать собственную точку зрения, потом они находят единомышленников, потом они начинают организовываться с тем, чтобы эту точку зрения отстаивать. И я думаю, что в этом смысле век классических партий, он уже, конечно, закончился, в том числе в Европе. И в известной степени в этом смысле догонять даже легче, чем начинать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok